Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральца. Осень это самое то время, когда нужно заготовить грунт для посадки весной рассады, а также пересадки комнатной экзотики, ну и комнатных растений. Именно этим мы сейчас и займемся. Одна из основных составляющих, которую мы используем для приготовления грунта, это перегной. У нас есть такой парничок. Весной мы укладывали навоз, а летом тут росли кабачки и тыквы. Теперь навоз хорошо уже перепрел и получился первоклассный перегной. Именно этот перегной мы и будем заготавливать. Верхний слой мы немножко убираем, чтобы получить как раз максимально перепревший перегной. Верхний слой у нас уйдет на гряды хорошо, а остальное мы укладываем в ведра. А потом уже пересыпаем на зиму в мешок. Этот грунт ни в коем случае не нужно прожаривать или проводить термообработку. В этом случае все питательные вещества будут просто-напросто убиты. А вот холодом, то есть вымораживанием, обработать его обязательно нужно. Тот факт, что перегной у нас попадаются червяки, бояться нисколько не нужно. Во-первых, часть червяков погибнет, конечно, при заморозке, но часть останется живых. Червяки, в принципе, нам в земледелии помогают. Они перерабатывают землю, заселяют ее полезной микрофлорой, рыхлят ее в конце концов. А тот миф, что червяки сгрызают корни, это абсолютно неправда. Итак, мешок перегноя мы заготовили. Без перегноя грунт приготовить абсолютно невозможно, так как перегной содержит самый главный элемент, это азот. А без азотной составляющей никакой качественный грунт получить невозможно. Перегной мы заготовили, а теперь отправляемся в лес и заготовим лесную землю. Итак, мы прибыли на место и теперь наберем лесную землю. Лесную землю лучше набирать хвойным лесу. Именно хвоя при гниении дает слабо кислую среду, что нам и нужно. Так как некоторые породы лиственных деревьев под своим покровом создают почву со слабо щелочной средой, а этого допускать ни в коем случае нельзя. В лесной почве все макро и микро элементы сбалансированы. Это естественный грунт, который подходит для всех видов комнатных растений и комнатной экзотики. Ну, а также абсолютно подходит для выращивания рассады весной. В любом хвойном лесу можно найти очень частую поросль молодых хвойных растений. Будь то елка или пихта. Именно в такой чаще и будет максимальное скопление хвои и, естественно, самая плодородная почва. Итак, мы пробрались в самую чащу. Как видите, здесь растительности практически нет, но хвои большое количество. Нужно убрать верхний слой хвои, который еще не перегнил. Можно это делать с помощью лопатки. Слой мы этот никуда не выбрасываем. После того, как мы землю заберем, именно его мы и вернем обратно. Вот. А здесь у нас уже как раз самый плодородный, самый хороший, самый сбалансированный грунт. Его мы и будем набирать. Именно эта почва в своем составе имеет все необходимые макро- и микроэлементы. А также гарантированно имеет слабокислую среду. Она очень рыхлая, воздушная. Она очень рыхлая, воздушная. Оголять корни мы не будем. Верхний слой возвращаем обратно. Чтобы не наносить вреда природе. И так далее. Набираем необходимое количество нам земли. Обычно мы ими набираем точно так же, как и перегноя, один мешок. Именно убирая верхний слой земли, мы исключаем попадание в грунт лесных вредителей, а также болезней. Потому что именно в верхнем слое они и концентрируются. В нижнем слое, как правило, ни вредителей, ни болезней уже нет. Но, по крайней мере, за мою практику, еще не было такого, чтобы с лесной землей я принес какую-то заразу. Эту землю, точно так же, как и перегной, мы оставим в мешке, на улице, под навесом, чтобы она хорошо промерзла. А весной уже будем использовать для посадки рассады и пересадки комнатной экзотики, а также комнатных цветов. И так, земли мы набрали. Все следы своего пребывания мы сгладили. Пусть дальше деревица растут. Поход за грибами можно совместить со сбором мха. Мох подойдет любой. Как правило, в лесу его большое количество. Но всегда ведерко или два даже собираем по пути. Потому что для экзотических растений мох это лучший помощник. Оно держивает влагу, когда ее недостаток отдает ее. А когда избыток влаги, он ее забирает в себе. Все комнатные экзоты у меня поверхность горшков, грунт весь замульчирован. Мох можно подсушить. Тогда он очень долго сохраняет свои свойства. Все равно периодически мох нужно на комнатных растениях менять. Желательно это делать хотя бы раз в год. Потому что со временем все-таки свойства мха исчезает. Он пересыхает. Ну и, грубо говоря, портится. Найти мох в лесу проблемы никакой не составляет. Даже не на болотистых местах его, как правило, очень много. Ну а если у вас есть где-то болотистые места, то мха там, конечно, предостаточно. Ну вот, годичный запас мха мы сделали. Можно идти домой. Ну а наши комнатные экзоты будут радоваться. Итак, годовой запас грунта мы пополнили. Как вы видите, здесь ничего нет сложного. Но зато я абсолютно уверен в качестве земли. Тем более, это очень просто совместить с поездкой в лес или на дачу. А теперь, если понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, поделитесь своим опытом, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый видеоролик. Успехов вам и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok